Здравствуйте, друзья! С вами Кик, и в сегодняшнем выпуске вас ждет Google, у которого все же будет конкурент для Samsung Galaxy Z Fold 4. Платформа Snapdragon AR2 Gen 1 от Qualcomm для компактных AR-очков. Римак Nevera разогнался до 412 км в час, побив рекорд Тесла для электромобилей. Твиттер, который скоро начнет ломаться. И NASA, отправившая к Луне первый корабль в рамках программы «Колонизация спутника». Все это и многое другое прямо сейчас. Поехали! Друзья, сегодня мы хотим вам показать одну очень классную новинку. Это телевизор TCL, который можно приобрести в сети магазинов DNS по очень выгодной цене. Модель это TCL 50P737. Он имеет реально тонкий корпус с почти полным отсутствием рамок со всех четырех сторон. Благодаря этому создается уникальный эффект погружения в любимые фильмы и сериалы. Телевизор имеет разрешение 3840 на 2160. Или, другими словами, 4K Ultra HD и Dolby Vision. Это позволяет сохранить атмосферу домашнего просмотра фильмов с уровнем картинки, как в кинотеатре. Ну а за отличное звучание отвечает технология объемного звука Dolby Atmos. Ну и какой же современный телевизор без IT-примочек? Здесь присутствует поддержка Smart TV и голосовое управление. Волшебная фраза «Окей, Гугл» и микрофон, установленный под телевизором, вас услышат и вы готовы серфить в интернете. Интерфейс очень простой и грамотно выполненный. А еще эта модель прекрасно впишется в интерьер. Можно выбрать ширину диагонали под свои потребности. Вообще, компания TCL постаралась на славу. Она, как многие, наверное, знают, является одним из крупнейших в мире производителей техники и электроники. Производство телевизоров — это сильная черта TCL. Нам телевизор очень понравился. Настоятельно рекомендуем перейти по ссылке в описании и присмотреться к этой модели. Напомним, цена на нее очень привлекательная. Начнем мы сегодняшний выпуск с корпорации добра. Ведь у Гугл, как оказалось, все же будет конкурент для Samsung Galaxy Z Fold 4. Все эти появились новые рендеры смартфона Google Pixel Fold, опубликованные известным инсайдером Джоном Проссером. Этот складной смартфон очень похож на Google Pixel 7 Pro. Панель камеры практически напрямую позаимствована у 7 Pro, а общий дизайн напоминает о последних пикселах. Проссер утверждает, что это смартфон премиум-класса, изготовленный из металла и стекла. На внутренней стороне складного дисплея есть несколько больших ободков, якобы для размещения внутренней фронтальной камеры в правом верхнем углу. Скорее всего, там будет и внешняя селфи-камера, которая будет иметь традиционный вырез по центру. Сообщается, что разрешение внешней фронтальной камеры составляет 9,5 мегапикселей. Оформление модуля основной камеры указывает на наличие трех датчиков, но они не обязательно будут такими же, как у Pixel 7 Pro. Смартфон, скорее всего, будет называться Google Pixel Fold, а не Google Pixel Notepad. Источник также сообщает, что смартфон выйдет в мае следующего года по цене 1800 долларов. То есть, будет дешевле Galaxy Z Fold 4. Ну и раз мы начали говорить о гаджетах Google, мы просто не могли обойти стороной новости, наверное, крупнейшего эксплойта в смартфонах Google Pixel, который нашел исследователь безопасности Дэвид Шютц. В ролике, опубликованном в сети, он показал, как с помощью простой сим-карты и кодов от нее получить доступ к запароленному гаджету. Что сделал наш умелец? Оказалось, все очень просто. Он деактивировал систему биометрии в результате многочисленных неудачных попыток входа, затем заменил сим-карту смартфона на новую. После чего три раза ввел неправильный пин-код сим-карты, ввел PUK-код, это восьмизначный персональный код для разблокировки сим-карты, придумал и ввел новый пин-код, и вуаля, активировал гаджет. После этого смартфон не спрашивал никаких паролей для входа. Ранее настроенная биометрия была неактивна. По сути, любой мошенник мог просто заменить в гаджете сим-карту с известным ему PUK-кодом и успешно взломать устройство. Shuts, кстати, уже сообщил об уязвимости безопасности в Google. За это компания выдала ему вознаграждение в размере 70 тысяч долларов. В ноябрьском обновлении проблему, которую назвали системной, устранили для всех версий Pixel с OS Android 10 и выше. Буквально два дня назад Qualcomm анонсировала платформу Snapdragon AR Gen 1, предназначенную для очков дополненной реальности. Первостепенной задачей производителя стало обеспечить максимально низкое потребление энергии, для чего платформа была разделена на несколько чипов, а часть задач пришлось переложить на внешние вычислительные ресурсы. AR-очки становятся своего рода периферийным устройством. Первостепенными задачами AR2 являются обработка данных с камеры сенсоров, а не графика, и это позволяет увеличить время автономной работы на устройствах небольшого размера. Конфигурация новой платформы предусматривает совместную работу трех чипов, которые размещаются в дужках очков и в мостике на переносице, благодаря чему сокращается количество проводов и снижается вероятность перегрева. Очки на базе AR2 Gen1 будут в частности оптимизированы для обработки данных с камер, включая просчет глубины изображения. Производитель также обещает высокую производительность при работе с алгоритмами искусственного интеллекта для распознавания объектов и отслеживания движений рук. Погнали дальше! Гиперкар хорватского производителя Rimac Nivera разогнался до 412 км в час, побив рекорд Тесла для электромобилей. «Двигаться со скоростью 412 км в час или 258 миль в час означает двигаться в треть скорости звука», сказал Миро Зрнчевич, гонщик-испытатель Rimac в пресс-релизе. «Просто добиться такой скорости в дорожном автомобиле невероятно сложно, но на примере Нивера мы создали машину, которая может передвигаться на дальние расстояния на одном заряде, двигаться по узким и извилистым гоночным трассам, выполнять дрифт и бить рекорды скорости на прямых отрезках как по ускорению, так и по максимальной скорости». Повторить этот трюк на потребительском гиперкаре Нивера не получится, там установлено ограничение скорости в 352 км в час. И разблокировка гоночного режима происходит только во время специальных мероприятий, при поддержке команды Rimac и в контролируемых условиях. В июле этого года до 348 км в час могла разогнаться Tesla Model S в гоночной конфигурации Plate. Правда, не в фабричной версии, для того, чтобы установить такой рекорд, ее пришлось взломать. Компания же Motional, плод сотрудничества Hyundai и Aptiv, занимающаяся разработкой автономных автомобилей, готовится запустить сервис роботакси в Лос-Анджелесе. Для заказа машин можно будет использовать приложение Lyft, одного из конкурентов Uber. Motional предложит парк электромобилей Hyundai Ioniq 5, которые на момент запуска сервиса будут обладать полной автономностью перемещений без водителя, страхующего электронику. Пока компания не сообщает конкретной даты запуска, но ранее ее представитель заявлял, что полностью автономные машины компании не появятся раньше 2023 года. Для Motional и Lyft это будет уже второй регион работы роботакси. Ранее в этом году они уже запустили сервис в Лас-Вегасе. Впрочем, и Лос-Анджелес не является для нового бизнеса полностью неизведанной территорией. Motional уже тестирует здесь свои машины с прошлого года. Тогда же компания заявила, что намерена расширить бизнес на Калифорнию. Ну и какой же кик без Илона и космоса? Начнем мы с Илона, ибо все, что связано с Твиттером, летит в тар-тарары. Илон Маск написал работникам Твиттер очередное электронное письмо, и оно выглядит ничуть не лучше самого первого. В имейл новый владелец Твиттер выдвинул сотрудникам новоприобретенной компании Ультиматум. Усердно работать или катиться, ну в смысле уволиться. В своем письме Маск не обещает работникам легкой жизни. По его словам, оставшийся персонал будет работать долгими часами и с высокой интенсивностью. А только исключительная продуктивность будет проходным балом. Ответил Маск. Но видно, сотрудники совсем не мотивировались, и даже наоборот. Как стало известно, компания Твиттер, владеющая одноименной социальной сетью, закрыла свои офисы из-за опасений, что сотрудники могут саботировать работу на фоне Ультиматума Маска. Управляющий редактор Твиттер Зои Шифер сообщила об этом в четверг вечером. Также она сообщила, что компания вновь откроет офисы 21 ноября. Последствия ухода недовольных сотрудников могут быть ужасными. Оставшиеся и уходящие сотрудники Твиттер сообщили, что, учитывая масштаб увольнений на этой неделе, они ожидают, что Твиттер скоро начнет ломаться. Один сотрудник сказал, что они наблюдали за легендарными инженерами, а другие поднимали головы, чтобы уйти один за другим. Другой добавил, а кажется, что все люди, которые сделали это место невероятным, уезжают. Твиттер будет очень трудно отправиться от этого, независимо от того, насколько хардкорными будут люди, которые останутся. Отметил еще один сотрудник. Мда, скажем честно, ситуация незавидная. Надеемся, что все же стороны найдут точки для сглаживания всех углов. И, конечно, о высоком. После четырех месяцев задержек и переносов, НАСА успешно провело запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System в рамках первого этапа программы Артемида по возвращению американцев на Луну. Этот этап не предполагает посадки на Луну. Аппарат должен просто добраться до спутника Земли. Три дня провести на лунной орбите на высоте примерно 100 километров и вернуться домой через 26 дней. Лунная программа Артемида, на подготовку которой ушли годы и миллиарды долларов, состоит из нескольких этапов с нарастающей сложностью. Высадка астронавтов на поверхность Луны – это третий этап, который должен состояться в 2025 или 2026 году. А пока в рамках первого этапа этой программы в космос отправилась двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель SLS, которую разработала компания Boeing по заказу НАСА. В базовой версии она способна выводить 95 тонн груза на опорную орбиту. Это самый мощный на сегодня носитель, причем в доработанной версии он сможет поднимать 130 тонн. По плану капсула Orion отделилась от носителя на орбите Земли и отправилась в самостоятельное путешествие к Луне. Она должна приблизиться к поверхности спутника приблизительно на 100 километров, после чего выйдет на ретроградную орбиту, где проведет около трех суток. Затем Orion вернется на Землю и совершит приводнение. Старт SLS изначально был запланирован на август, но его отложили из-за возникших технических проблем с двигателями. В сентябре агентство отправило ракету со стартовой площадки в ангар, опасаясь повреждения от приближающегося урагана. После возвращения на космодром в начале ноября SLS пришлось испытать на себе другой ураган, но он не причинил серьезного ущерба ракете. За несколько часов до текущего старта возникла утечка водорода, которая угрожала очередным переносом. Однако команда инженеров оперативно исправила проблему, и запуск первой миссии Артемида было решено не отменять. И на этом мы и закончим сегодняшний выпуск. Спасибо, что посмотрели. Следите за техно-новостями и в нашей телеге, и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому! Продолжение следует...